Nimble Framework, часть первая. Всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что пишете, спасибо, что задаете вопросы. Итак, я рад вашему вниманию представить новую версию шаблонов для микросервисной архитектуры, которые уже построены на Spad.net Core. И, собственно говоря, если вы видели первую часть, или вернее, если ее не видели, очень рекомендую посмотреть, потому что там не только про шаблон, вернее, даже не столько про шаблон, сколько вообще про микросервисную архитектуру. Я думаю, что вам будет интересно. Ну и, в общем, давайте начнем. В этом видео мы поговорим про изменение шаблона. Я покажу, как он теперь работает, какая связка. В общем, что самое основное произошло. Во-первых, изменилась версия Spad.net Core на 3.0. Это уже более рабочая система, в отличие от 2.2. Мне вообще она показалась такой, как бы, переходящей, чтобы люди не забывали про то, что есть такая платформа Spad.net Core. Из шаблона удален IML сервис и все, что с ним связано, потому что система, которая должна рассылать уведомления через Gmail, или Push-нотификации, или SignalR, например, это должен быть отдельно стоящий сервис, который отвечает за все нотификации. Также удален IML сервис класс, который теоретически вообще не нужно было использовать, потому что мы используем систему репозиториев из юнит-фрумборка. Также добавлена возможность адвентификации на основе Climbs. То есть на основании реле уже было встроено, и теперь добавят на основе Climbs, ну, так называемый полис. Все основные базовые классы контракта были вынесены в отдельные сборки, теперь это отдельные сборки, изменение которых повлечет за собой автоматические обновления, ну, через наггет-пакет, естественно, всех остальных связанных с ним, ну, зависимостей во всех проектах, которые были созданы при помощи шаблона. Также по просьбе трудящихся, так сказать, я добавил непосредственно прямо сами шаблоны, примеры по работе с Read-On для контроллера и с Writable контроллера. Ну, и, собственно говоря, на самом деле там много других, много изменений. В общем-то, самое главное теперь в том, что сам Nimble фреймворк, ну, во-первых, название очень было длинное, я придумал короткое, что в голову дрело быстрый, проворный, шустрый, вот Nimble, вот пусть будет Nimble фреймворк, вот, теперь он состоит из двух шаблонов, более того, это теперь не два разрозненных шаблона, а связанных между собой, то есть, если я создам, я покажу, вернее, как создать identity сервис и как при помощи identity сервис можно авторизоваться через другие шаблоны, другие микросервисы, созданные на базе вот этих вот шаблонов. В общем, шаблоны могут работать как вместе, так и раздельно, соответственно, единственное, что нужно будет немножко там перенаправить по авторизации. Ну и, в общем, после установки этих шаблонов у вас появятся вот такие вот дополнительные в Visual Studio возможности по созданию сервисов, так и шаблоны, вот, как вы понимаете, один из них с identity сервис, а второй без него, ну, то есть, как модуль. Ну и, в общем, наверное, давайте приступим к созданию, прям покажу, как это все работает, ну и потом немножко еще вернемся в презентацию, я расскажу про виды миграции, да, то есть, как можно это все переделать. Итак, для того, чтобы построить микросервисную архитектуру, нужно определиться, кто и как будет авторизовать в вашей системе ваших пользователей. Я сделал два шаблона, как я уже говорил, один из них с identity server, который, кстати, Microsoft решила официально поддерживать, ну, видимо, спонсировать, не знаю, ну и, тем не менее, получается, что в микросервисной архитектуре будет использоваться identity server, вот, по моим шаблонам, ну и, в общем-то, давайте тогда создадим первым делом как раз вот этот самый микросервис с identity server. Вот так вот выглядят установленные шаблоны, этот без identity server, этот, собственно говоря, с identity server, я потом покажу позже, как их установить. Итак, создаем новый шаблон, я изменять название не буду, я вот единственное допишу, что мне вот здесь папочка temp, название identity mode, все пойдет на самом деле, пусть создается. Сейчас система Visual Studio создаст набор, как это называется, проектов, вот, сейчас она загрузит и установит сборки, все необходимые для работы системы, в общем-то, ну, я пока могу вкратце рассказать, что из них, что. Ну, на самом деле, Core содержит все, Core содержит модуль, нет, проект Core содержит все непосредственно ссылки, намы, то есть базовые классы какие-то, которые требуются для создания identity, ой, entities, извиняюсь, в модулях, раньше он назывался models, теперь называется entities, ну, потому что там реальные entity лежат, в дате как раз хранится вся информация по DB контексту, то есть там используется entities, ну и, собственно говоря, веб, это само приложение, сам бэкэнд, в который, кстати, встроен свагер, как UI клиент, при помощи которого можно, собственно говоря, манипулировать этим бэкэндом. Он вообще сам по себе стенд-а-лон и, на самом деле, может работать как микросервис, ну, с другими общениями микросервисом, и может также как прокси-сервис для других там бэкэндов, фронт-эндов, например. Я для начала выберу кэстрел, чтобы у меня появилась черная окушечка консольная, ну и для того, чтобы начать, я опять же должен сделать настройки для подключения к базе данных. В проекте у меня здесь стоит такая заглушка, вот я ее стираю и пишу local, ну, это название всем известно, ну, а здесь у меня вот SQL 2016, это название SQL инстанция, который я буду использовать. Я назову DB1, пусть будет так, или DB Identity какой-нибудь, Identity, правильно ли, все правильно. Вот, ну, надо сказать, что это я изменяю development, настройку конфигурации, а есть что production, то есть для нее, соответственно, вам нужно будет сделать то же самое, ну, или как вы там будете управлять своими сервисами для конфигурации разных контуров, это как бы, ну, вот на вашей совести. Дальше, у меня настройка к базе подключена, теперь мне единственное, что нужно здесь добавить миграции. Миграции можно добавить через команду AdMigration, для этого нужно выбрать проект, ну, это обязательно дата, потому что там лежит entity framework и, собственно говоря, application.db.context, его наследник. И здесь я должен написать AdMigration, initial я обычно использую это слово, ну, и, в общем-то, нажимаю Enter, сейчас будет сгенерирована база, ну, то есть миграция для создания базы данных на данный вариант. Вот он файл. Ну, и, собственно говоря, теперь мне остается только нажать Update Database, нет, именно Database, опять же, для проекта дата, ну, и будет создана база данных. Я в SQL-сервер практически налазиваюсь, а сейчас не полезу, есть и есть, работает и нет, антифреймворк отлично с ним справляется, я уж точно лучше него не смогу с этим справиться. Вот создается база, выполняются скрипты для генерации, и, в общем-то, теперь мы можем запустить проект. Отлично, проект запустился. О, у меня их даже два открыто. Ну, в общем-то, что вы видите? Вы видите перед собой Swagger, это такая очень полезная утилитка и штука, которая позволяет выполнять методы бэкэнда при помощи вот этого UI. То есть, проще говоря, это такой UI для вашего бэкэнда, который адаптирован на то, чтобы тестировать бэкэнд. Ну, в общем, давайте для начала пока свернем, и вот сюда вот посмотрим. У меня здесь есть так называемая Data Initialization папка, есть здесь Data Initializer. Что в ней происходит? В ней происходит то, что первоначально наполняется данными проект, то есть база данных наполняется данными первичными для проекта. В частности, мне здесь интересует имя пользователя. Microservice.io.mail. Это такой пользователь, который девелопер, у которого есть права администратора в этой системе. Конечно же, вы удалите его, когда будете использовать шаблон, но можете написать свою. А, и вот какой пароль мне интересен. Не знаю, почему именно такой. Ну, ладно. Я вот так вот его копирую. И, собственно говоря, теперь можно произвести вход в систему. Я вот так вот Ctrl-V нажимаю и нажимаю ОК и вход. Как вы видите, я произвел авторизацию. Ну, этот сервис авторизации авторизовался сам на себе. Заметьте, номер порта, который используется, а тут также прописан номер порта, куда идет авторизация. Ну, в общем-то, теперь я могу выполнять, например, вот метод Profile. Посмотреть, вот. Собственно говоря, вы видите, да, пришел Operation Result. В нем пришла информация по моему профилю. И никаких данных нет. Если я сейчас нажму выход и снова попробую выполнить этот метод, соответственно, я получу, не нажал, получу NotAutorized. Ну, в общем-то, вот так вот это примерно работает. Подробности я буду показывать потом на примере работы вот этих сервисов ReadOnly и LogsWritable. Вы можете сами открыть, посмотрите их. Ну, а для начала давайте... А теперь, собственно говоря, как второй вариант, то есть как продолжение демонстрации. Давайте откроем еще одну Visual Studio. Вот. И теперь создадим уже второй проект на основании уже второго шаблона. который не будет включать в себя Identity Service. Модуль. Ну, пусть так и называется. Теоретически мне это не важно. Вы называйте как хотите. Сейчас дается снова проект. Так, это кто? А, вот он он. Теперь бы их различать. Это значит, вот, микросервис модуль 1. А это, это наш Identity Server. Отлично. Так, здесь у нас то же самое произошло. Создался, нет, еще создается проект, загружается в себе модули. Состоит он из таких же частей, только в нем не встроен Identity Service. Соответственно, пользователя авторизовать он не может. Он также имеет Swagger. Он также может работать через Castrel. Мне также нужно настроить подключение к базе данных, потому что, как вы понимаете, микросервисы в оконцове, то есть на конечных точках должны иметь базу данных и ей управлять. Локал, что-то я неправильно написал, хост, слэш, SQL, 20, 16, это название моего микросервиса. Здесь я напишу DBTest какой-нибудь 1, ну, или просто пусть будет DB1, там был DBIdentity, а здесь будет DB1. Ну, теоретически это абсолютно не важно. Я нажимаю Save. Мне также нужно создать файл миграции, чтобы данные попали в систему. И, опять же, я должен выбрать дату. Здесь я должен написать AddMigration. Я обычно, опять же, скажу, пишу и нишу. То есть я повторяю те же самые действия, что я делал для Identity Server. Хочется заметить, что вот эти вот сервисы могут работать как вместе, так и раздельно. То есть их склеить между собой очень просто. Теоретически они уже склеены. Так, я теперь могу даже Update Database не нажимать, как нажимал в прошлый раз, а просто запустить систему и немножко подождать. То есть при первом запуске Update Database работает автоматически. В общем, сервисы могут работать как вместе, так и по раздельности. У меня работает в рабочем проекте Identity Server с авторизацией на Active Directory, без использования стандартных механизмов авторизации Identity Server. В общем, Identity Server достаточно мощная штука. Итак, что мы видим? У нас есть один микросервис, который называется микросервис API ввода Identity Server 4. И есть второй, который называется микросервис API, который без Identity Server 4. Соответственно, что я сейчас попытаюсь сделать? Смотрите. Если я, допустим, вызову какой-нибудь метод, ну, не знаю, вот какой-нибудь вот этот, я получаю авторайз. То есть у меня все вот эти вот контроллеры по умолчанию защищены соединением, ну, в смысле, правами и пользовательскими разрешениями. Вот, я сейчас вижу, что у меня вот Identity Server работает. Я даже сейчас попытаюсь вам показать, чтобы он работал. Вот, я вот так вот запущу. Так, это у меня запустился Identity Server. Сейчас я попробую авторизоваться. Вот, совершенно верно. Все получилось. Речь идет вот о чем. Обратите внимание, что у меня как сервис, который Identity Server, то есть с возможностью авторизации, он имеет 100001 порт. А сервис, который без Identity, он имеет порт 200002. Вот, и обратите внимание, что токен, который он пошел получать, на вот этот сервис, то есть настроенный все таким образом, что в мой сервис, и все будут ходить на тот сервис, который вот, ну, думаю, понятно все, да? То есть вот я авторизовался, и, соответственно, я теперь имею разрешение, то есть я буду ходить на тот сервис для авторизации пользователя. В общем, посмотрите, два сервиса склеены между собой, работают, настроены. В общем, могу показать, что если вот этот вот сервис Identity остановить, сделать логов, то вот повторная авторизация не получится. Да, вот я два раза нажал, соответственно, ничего не получается. То есть аутентификация реально работает, она работает по разным вариантам. Теоретически я таких сервисов могу насоздавать большое-большое количество, и они могут выполнять между собой определенные действия. Если вам интересно, как можно настроить работу сервисов дополнительных там между собой, да, то есть какие-то, как пользователь может ходить между сервисами, как шарить этот токен, так называемый, да, или, например, как микросервисы между собой должны общаться. В общем, ребята, спрашивайте, не стесняйтесь, я готов все рассказать. Просто у меня в голове столько информации, мне нужно как-то каталогизировать. А вопросы, которые вы мне будете задавать, они мне в этом могут очень сильно помочь. Как сервисы авторизовать между собой, как между ними общаться, какие использовать паттерны, допустим. В общем, на самом деле вопросов много при создании микросервисной архитектуры. Я вам точно скажу, что это достаточно нетривиальная задача. Вот, и вот этот шаблон, первоначальный старт вам даст очень большой. В общем, что могу еще сказать. Наверное, наверное, на этом все. Давайте вернемся в презентацию. Так, так, мы в презентации. Сейчас я следующий кадр щелкну. Следующий. Вот. Итак, что еще могу сказать. Смотрите, предыдущая версия шаблонов, она работала на версии 2.2. И, как я уже сказал, она была сделана, ну, как мне опять же показалось, такой предварительный, то есть это будет такой накопительный, вроде как бы, багаж, которым Microsoft накапливала, чтобы сделать версию 3.0. Версия 3.0 – это такой широкий шаг вперед, потому что уже реально становится dotnet core, вернее, да, dotnet core кроссплатформенным, потому что он уже приходит на платформу DAPF и на WinForm. Дальше планируется еще, на самом деле, ASP WinForm. Ну, в общем, это неважно. На самом деле, шаг вперед очень большой, поэтому я основательно потрудился, если так можно сказать, чтобы перевести свой предыдущий шаблон на новую версию, но, в общем, миграции бывают разные. Во-первых, можно существующий шаблон перевести на новую платформу, поменяв версию, и настроив, удалив или там заменив что-то внутри. Внутри второй вариант миграции, когда вы создаете просто новый проект на новой версии, и потом перекидываете файлы. Ну, и третий вид миграции – забить на все и вообще ничего не делать, пусть стоит, как работает, так и работает. В общем, я вам рекомендую второй вид миграции, когда вы создаете новый проект и перетаскиваете туда все свои нужные файлы, настраивая работу, соответственно, уже на новых сборках. Вот. И я бы вас предостерег, на самом деле, что вот это вот первый вариант, то есть миграции, то есть, когда существующий проект просто ставится, версия проекта другая, и начинается вот перед, даже не перетаскивание, вот эти вот, как это сказать, упражнения, да, с поиском сбора, которые подходят, не подходят. Это, на самом деле, достаточно сложный вариант, и не всегда он срабатывает. Шаблон я переделал именно по второму варианту, и, на самом деле, надо сказать, что Swagger еще до сих пор версия релиз-кандидат, скорее всего, это что-то изменится, и в шаблоны, конечно, будут внесены изменения, но теоретически для вас, если вы возьмете использовать его, вам всего лишь нужно будет обновить сборки, наггет пакетов, и, собственно говоря, это будет работать уже изначально. Правильный выбор. Ну, что могу сказать? Я, на самом деле, уже некоторое количество микросервисов поделал, есть у меня некоторый опыт, и, в общем, вот эта вот система, которую я вам представляю вашему вниманию, она уже реально работает на реальных проектах, и, скажем так, ни в одной компании, в нескольких. Это все постоянно изменяется, наращивается, дополняется, и, в общем-то, если вы будете это пользовать, я, в принципе, могу вам дать реальные советы по тому, как это все делать. Есть такое понятие, как VSAX, это такой экстеншен для Visual Studio, который позволяет просто там из списка экстеншенов установить этот там и шаблон. Я попытался его сделать, но, в общем-то, выхватил такую нетривиальную ошибку, которая говорит, что длина пути, по которому лежит шаблон, невозможна там тралала-тралала, в общем, такая фигня, что Visual Studio... название моего шаблона и внутри него заложенный функционал такой длинный, что он не влезает в вот эти ограничения Visual Studio или там системы Windows. Ну, в общем, у меня не получилось создать этот шаблон. Поэтому я сейчас могу вам, в принципе, показать, как это вообще установить шаблон. Ну, на самом деле, все это очень просто. Для этого достаточно зайти на сайт github.com, собственно говоря, вот найти микросервис-темплейт вот этот вот, и в папке output, вот, версии есть для 2.2.a.core и для 3.0. В папке output есть вот эти два шаблона. Куда их нужно скопировать? Ну, собственно говоря, туда же, куда и предыдущие шаблоны, в папку докум... Документ, не просто документ, а документ с Visual Studio. Вот у меня версия 2019, у вас, соответственно, ваша версия. В папку Templates и дальше в Project Templates. Вот они, эти два шаблона лежат. В общем, вы, собственно говоря, можете проделать то же самое, и у вас появится список, в списке вот этих шаблонов, то, что я вам показывал раньше. Здесь же, на самом деле, в этом репозитории лежат не только шаблоны в папке output. Здесь есть некоторая информация, в том числе и по предыдущим, реализациям видео есть. Есть некоторые возможности и описание того, как сделать управление доступом, как обмен данными сделать между микросервисами, в общем, как сделать прокси для фронт-энда. Ну, в общем, собственно говоря, вы можете посмотреть, что здесь есть. Кроме того, лежат и сами проекты. Вы можете их себе склонировать и, собственно говоря, запоменять их там вдоль и поперек, как хотите. А еще немаловажный момент. Я сказал, что все сервисы теперь используют общие сборки. Так вот, сами эти сборки лежат здесь же, в репозитории. Из них, собственно говоря, вы можете взять и изменить, что хотите сами. Core – это общий момент, который является ссылкой для обоих пакетов в проект .core. А Webcore – это обобщенная фигня, так называемая, для .web. Там есть более такие специфические, которые используют именно веб в проекте настройки MVC. Вы также их можете себе взять, посмотреть, с чего они устроены, как они работают. Ну и, в общем-то, наверное, я думаю, на этом нужно попрощаться, потому что мне больше рассказать-то на самом деле нечего. Если будут вопросы, я очень хочу, чтобы они были, потому что система сложная, система непростая, требует много всяких всякостей. В общем, пишите, спрашивайте, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Давайте общаться, давайте делать фреймворк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!